всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте почти бритьё на этот раз думал что будет немного информации а потом найти как-то потихоньку целый ком образовался ну давайте его потихонечку уже распутаем начну с чего начну наверное пожалуй с того что не так давно виталий написал свою проблему по поводу лезвий астра что они категорически отказались его брить и там получилось так что у него там прям мясо было на лице он выразил все это в виде предупреждения что собственно я и сделал не так давно многие из вас вышли но не то чтобы виталия тапками закидали но как-то скептически отнеслись к этой информации мол все это выпускается уже давно все это уже выпускается нормально и там что-то там может быть не то но это было виталий а вот буквально на медник вчера и получаю еще одно сообщение на этот раз от сергея с точно такой же проблемой не так давно он купил целый блок и сейчас получается у него просто попал доз один человек ну ладно два человека ребята случайности не случайны то ли это качество у астры пляшет то ли на самом деле завелась какая-то паскуда которая начинает фейки лепить я фить его знает парни но вот уже второй человек обращается изготовление некачественных дубликатов то есть копий фейков но это достаточно старая тема она наверное наравне с проституцией как бы так бы уже давно существует я с удивлением обнаружил что это и в прошлом веке тоже работало вот недавно сергей моисеев мне сбросил интересную листовку также лет еще в начале прошлого века предупреждал остерегайтесь некачественных подделок странный текст потому что мол качественных не остерегайтесь а вот некачественных остерегайтесь но факт остается фактом уже столетия даже больше назад этот вопрос стоял остро стоял ребром так что ребята в отношении астры я могу вам еще рассказать зеленый астры зеленый будьте внимательны проверяйте перед тем как покупать блоками взяли побрились если в кайф если она на ваших любимых проверенных танках тогда берите блок а вот так сразу чтоб с кондачка ух ну может получится так как вот он виталий и у сергея не очень хорошо ну а деньги уже потрачены рустам кулахметов у него целых два вопроса начну с первого он поратует за дорожные помазки вадим виктор и чего там вот где-то там вот посмотри где есть дорожные помазки вот какие они могут быть там что ческать рустам я тебя не понял как по мне у меня это вопрос никогда не стояла дело даже не в том что у меня есть дорожная мюля ну по сути это ее прямое предназначение потому что разобрал собрал и все и у тебя помазу но даже с обыкновенным помазком казалось бы для этого не прямой не предназначенным я никаких тягот путешествий не испытываю потому что вот любой буквально любой из этих помазков не все не суть важно большой маленький средний или какой-то еще но не такая уж сложность довернуть но не знаю в какую-то чистую тряпичку и аккуратненько плодов то же самое полотенце которым ты принимаешь процедуры и взять с собой то есть вот что именно ты имел ввиду вот это я не понял или помазки вот в таких в тубах как дорожный или еще что-то или просто маленькие помазки но маленьких помазков как бы и без китайца хватает тоже европе их там как твари по паре там то есть их много не разобрался но тут же автоматом всплыл еще один вопрос который мне задавали наверно уже неделю как и к сожалению не сделал я скриншот так что тот человек тот товарищ который поднял этот вопрос во первых спасибо тебе потому что вопрос интересный во вторых ты уж прости меня я не могу сейчас твоего имени назвать потому что ну нет скрин не сделал а сейчас иди найди под каким видосом так вот суть вопроса человек говорит что он потратил там то ли 180 или 280 рублей на помазок а он оказался так себе человека спрашивает по вашему какой минимум можно заплатить за помазок чтобы рассчитывать чтоб он был годно нормально я ему там ответил что против синтетики омеги к сожалению у меня нет или кому-то задарил я вообще ничего не имею против потому что она стоит копейки там 5-6 евро но сама и себя огонь вот сейчас вот так вот во драма размышлений спустя вот эту неделю я могу добавить еще несколько вариантов во первых это но сейчас к сожалению не пропали но если нарветесь берите по мазке нормальный это шик шик раньше он был парфюм лидере на каждом повороте стоимость его было где-то пределах 400 500 550 рублей что-то вот типа такого помазок вполне себе нормальный про спокер того же сказать уже не могу ребят потому что по цене да они остались как прежде недорогие но по сути они превратились ну но в хлам вот так если прямо хорошее имя испортили волосы лезут во все стороны ну просто она ну ну стыдно стыдно зря они так сделали качество них упало очень-очень хотя намерения были благие самого начала они себя позиционировали как недорогие бюджетные но качественные инструменты для бритья но вот помазки у них скоро это я уже сказать не могу а все остальное ну пожалуй омеговскую тему я бы тоже не стал забрасывать тут правда не все ясно потому что есть места где он стоит 6 евро есть места где он стоит 10 12 15 евро то есть тут как бы надо искать но если вы найдете не за дорого омега вот этот кабанчик какой там тысячу около там номер учат день тут наверно появится не появится да вы и так знаете вот эта тема эта вещь тем более секретом башку открутил стырк заначку и все и все хорошо ваше мнение какие помазки могли бы соответствовать вот этим критериям и качественный и сравнительно недорого вот этот интересный вопрос ну и второй вопрос от рустама кулахметова это по поводу так как какой второй сейчас я думаю у него по пандос прорасов красно груз печаль тоска случилось у парня потому что он новичок он начинающий взял себе красная прораза бреется нечасто кожа у него сухая склонна к раздражению и получается он успел пару раз кайфануть а потом у него груз печаль тоска раздражение там под до всякой билиберты которая стала выскакивать на лице и стала грустно человеку вот рустама задает вопрос вадим виктор и чуть делать то он у пацанов спрашивал они ему там накидали и митчелов и волф этих чела и хаус 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 лингер ну короче хороших марок накидали объясняю это тем что прораза у тебя вроде как веганская да ну и плюс у тебя еще проблемная кожа ты возьми очень такое жировое чтобы он у тебя там ух и умощал и все такое прочее с этой точки зрения до совет ребят хороший но по-другому точно могу сказать хороший да и по тем тоже хорошие мыло чё но можно как бы избежать потому что если допустим чела убрать сторону она недорогая то хаус лингер ну в средней категории мичелл мичелл то это не 3 копейки но тут можно помочь еще горю другой стороны перед тем как ты пользуешься своим прораза не забудь про масла масло для бритья если у тебя есть какое-то масло для бритья можно его использовать в качестве пришива просто нанес на лицо потом смыл и пожалуйста иди брейся у тебя кожа уже будет подготовлена если у тебя нет масла то перед тобой тогда три варианта подожди пока мы выпустим это недолго осталось может пределах месяца второй вариант прям сейчас покупай но она не дешевая как бы там ценник тоже у нас наверно все таки будет ниже чем везде и третий вариант вообще нигде не покупать она тебе надо бабки тратить взял растительное масло взял глицерин взял ароматизаторы которые там вот я не знаю там можно спокойно в любой аптеке эфирное масло купить или еще чего-нибудь загуглил и в определенных пропорциях взялся этот мешал вот тебе пожалуйста пришей и увлажнять будет и смягчать будет и все то есть вот это вот еще как бы еще вариант ну а так ребята ну надеюсь от всей души что вы что-то сможете подсказать потому что у человека вот такая сейчас как бы не очень приятная ситуация и как ему сейчас еще ему сейчас и refill him его не хочется выкидывать она ему нравится реально нравится и как ему сейчас быть вот вариант с маслом я подсказал вариант с дорогими мылами или просто с жировыми rulmi парни подсказали вы что думаете об этом вот это тоже интересно таким душе порадовался за человека с необычным ником квартаньян это такие откуда это я так и не понял так звучно квартаньян такого человек поделил своей радостью можно даже сказать и своей обыденностью потому что он уже не день не два и не месяц и даже не будет по моему сидит на хлоргексидине у человека не болит голова вообще совсем автоши ему ему нафиг никакие нужны почему да потому что хлоргексидин ему заменяет все поначалу ему достаточно непросто было привыкнуть потому что не было жжения там не было того сего 5 10 но по прошествии там недели двух хлоргексидин стал ему приносить радость и удовольствие потому что он работает как обыкновенная вода по ощущениям то есть у тебя нет ничего вот раз раз и все и хорошо плюс ко всему он его кожу привел в такое состояние что сейчас даже если захотел допустим да он берет спокойно спиртовый автошиев и ему за это ничего не будет раньше было вот так работает хлоргексидин и что это вот эта вот фигня которая стоит 3 копейки в аптеке тогда вот у человека это реальность у человека это жизнь и спасибо огромное гвартаньяна за то что он этим поделился возможно кто-то вот так послушает посмотрит почитает и ему это тоже сможет помочь вот кстати возможно даже рустама некоторое время хлоргексидином так вот и тын 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 чтобы там порядок навести возможно это тоже бы сработало и каюсь ребята надо было сразу еще тогда когда был вот этот дорожный скател артиллер от фениксов потому что там сергей выше а нет прошу прощения михаил михаил вышел искал ребята точно знаю в этот скател входит 300 миллилитров я ему поверил сразу потому что михаил все это проверял не просто так а в тяжелых жизненных порой с риском для собственного здоровья условиях и он это проверил точно я ему верю до 300 миллилитров ну и последняя радость которая хотел бы с вами поделиться это та новость по поводу опасок которые хотел приберечь качестве сюрприза но сейчас события получили такой мощный толчок в развитии что я думаю уже недолго ждать осталось короче заточку украинского мастера андрея левченко вы уже знаете мы уже пробовали я и уже показывал на канале и да действительно все кому это нужно кому необходимо можете обратиться к нему из-за реставрации за точкой без проблем человек знает свое дело но на украине есть еще один человек александр будулай на точку которого мы еще ни разу не пробовали это что я делаю я собираю штук пяток заворачиваю все это в чехол от андрея черкассы и отправляю долго шла зараза долго я там даже жим-жим маленький устроил уфсы как на было потому что и на таможне там она тормознулась на пару-тройку дней чести сказать александр как не боись все будет нормально все будет хорошо да так и получилось так вот подслеживающей программе только что пришло и я уже думал там как то это может он пара чё александр пишет вот пожалуйста полюбопытствуем и выкладывает видео в котором он уже все заточил все пробовал и предлагает поделиться полюбоваться всем желающим то есть вот так быстро работает человек и он уже все отправил и все это уже идет сюда и совсем скоро я смогу вам показать что я вам покажу видео на котором александр сам показывает его работу дорогие товарищи добрый день от вадима в заточку прибыло 5 единиц бритвы заточены спешу ознакомить и отправить законному владельцу не замедлительно первые две единицы работы российского мастера вячеслава конного которому я передаю отдельный пламенный салют первая бритва выполненная из стали у 10 имеющая размер по указаниям в общем то самого автора 6 восьмых вот такой полнейший клин абсолютно не имеет выборки как таковой заточила была в один слой изоленты даже при этом фаска имеет значительную ширину но к огромному сожалению по другому тут не поступить более чем в один слой затачивать особого смысла естественно не имеет поскольку клин и так полный а если еще этот угол поднимать то в таком случае ни о каком комфорте приобретения речь не будет идти вовсе номер 1 номер 2 это уже бритва на половиной выборки имеющие вот такую такое травление но не знаю изображающие вероятно линию хамон или ею является я не специалист в этих делах поэтому если заходить этот момент уточнить обращайтесь пожалуйста к автору всего творения все что я могу сказать на этот счет длинная в общем-то длинный сам клинок изготовленный из стали шаха 15 имеющий не имеющий половину выборку о чем свидетельствует гравировка с лицевой стороны с этой конечно все гораздо было быстрее и проще поскольку бритва имеет выборку и требует усилий заточки гораздо меньше чем работа с полным клинок номер два третий номер хорошо нам всем прекрасно известный это фридрих эрдер номер двадцать пятый в очередной раз не могу не ответить ярчайшую оправу выполненную из кости с костяной же вставкой но другого цвета это тоже кость крашеная как всегда для подобных решений данного производителя тончайшие фаски изящнейшие естественно каждую бритву которая попадает мне в руки я первонаперво обеззараживаю в обязательном порядке далее бритва затачивается далее бритва правиться на ремне все что нужно сделать вам при получении бритвы это достать транспортировочного кейса идти бриться никаких дополнительных мероприятием они требуют не дополнительного обеззараживания неправки на ремне бритва за время пути сколько бы она не была я по опыту своему могу сказать что дольше двух недель бритва не идет не в не в один уголок нашей планеты земля скажем так по крайней мере я куда бы я не отсылал на расстояние там длинные супер длинные как это ни странно везде вот плюс минус пол месяца она идет поскольку я всегда выбираю самый быстрый путь отправки это авиа авиапочта поэтому ну две недели в любой край отвлеклись бритва номер 4 предположительно французского производства к сожалению не сохранились идентификационные надписи на эрли поэтому сказать точнее не могу единственное что могу сказать с определенной уверенностью так это то что в данном случае это геометрическое решение на четверти выборки другими словами стремящаяся к клину поймать и обезвредить номер 4 и номер 5 клиночек мануфактуры в один бучер в данном случае у нас это я бы так сказал тоже четверть выборки вот в общем то и все брин выпакуются отправляются законному владельцу вам же дорогие друзья я желаю удачнейшего дня всего вам самого лучшего и до скорых встреч в эфире пока ну вот пожалуй что и все ознакомительное видео закончено теперь самое время бриться добра и счастья и радости берегите себя берегите своих близких дай ему богу здоровья пускай у вас всегда всегда все будет хорошо и даже вдруг если вдруг получится так что вот как бы ну его нафиг но вот если может быть то вот тут чуть-чуть а если вот так то вообще вообще никак не сците ребята не сците и все будет хорошо и дело даже не в том что все хорошо что хорошо кончается а дело наверно все таки в том что все что не происходит то к лучшему может быть даже так хотя не удивлюсь если иначе по большому счету все равно будет хорошо даже ну все пока пока пошли бриться тем более у нас сегодня видели чудо все догоняйте а а а а а а